Вопрос сам от оценки качества препарата. Что касается нашего комитета и наших возможностей, для информации совместно с комитетом по физической культуре и спорту в ближайшее время, в момент комитета, совместное заседание, рассмотрим вопросы, по которым наш комитет мог бы помочь в решении данной проблемы. Ну, с моей точки зрения, в чем это заключается? Во-первых, необходимо собрать информацию, все-таки правдивую информацию о данном препарате, потому что я сам, как врач, читая аннотацию, понимаю, что этого просто быть не может, возможно, не может быть, но раз это произошло, значит, это есть. Значит, назрел такой вопрос или назрела такая проблема, при которой раз какой-то препарат попадает в мониторинг, то, наверное, на законодательном уровне должна быть создана какая-то группа врачей-фармакологов, которая в их параллельно веденной работе проводила свой анализ и давала бы уже четкую рекомендацию, что, ребята, на самом деле, то, что написано сегодня аннотацией не соответствует действительности, и мы можем получить. Вот это первое, что, с моей точки зрения, должно быть принято срочно на законодательном уровне. И второе, если препарат у нас попадает, препарат запрещенный, как правило, они производятся за границей, нужно вносить поправки законодательства, которое бы обязывало производители данных препаратов в аннотацию и в обязательном порядке указывать, что этот препарат является... Вот этому препарату может применяться как доктор, как препаратом, как дополнение, и в обязательном порядке в период, сколько он выводится, сколько он задерживается и какой эффект он имеет. Ну, в принципе, вот со своей стороны, что на сегодняшний день мы можем сделать, и что действительно может немножко улучшить ситуацию.